Если человек любит свою профессию, ему легко работать. Да, были тяжелые времена. Да, было нелегко. Больше 20 лет в полиции. Фархад Сафиуллин пришел в органы в момент роста преступности. Тогда, в конце 90-х, на улицах было небезопасно. Группировки, наркоторговля, воровство, работы было много. А еще вторая группа на подхвате, то есть мы еще не задирали. Архивные съемки. Нашему герою здесь 23 года. Идет обсуждение плана по борьбе с организованной преступностью. Фархад Сафиуллин принимал участие в поимке членов ОПГ «Татары». Тогда это дело вызвало большой резонанс. Это большая, слаженная группа, система, которая ведет от начала совершения преступлений, в момент его расследования, раскрытия и уже сопровождение до конца. Даже в поимке преступника не один сотрудник участвует, а целая группа захвата. За партией в шахматы Александр Попков любит вспомнить и о службе. В 1932 году он проработал участковым. В свое время добился звания лучшего в профессии. Тогда был небольшой отдел, тесное помещение и всего несколько сотрудников. По словам ветерана МВД, милицию в то время уважали и работать было проще. Ну и меньше бумаг было раньше, понимаете. Пару свидетелей. Если право нарушение, допустим, совершил мелкого хулиганства, составляешь, прознаком, пару свидетелей, все. И материал направляешь в суд. Все 30 лет существования ветеранской организации МВД Александр Попков принимает активное участие в ее работе. С 2001 года ее возглавляет. И сейчас это один из самых титулованных Советов Республики. Дипломов, грамот, кубков, не с честь. Самое главное, что разные поколения работников силовых структур общаются, передают друг другу опыт, который и помогает современной полиции грамотно вести свою работу. Алмазка Шаев, Булат Абдульманов, Новости НТР.